итак добрый день дорогие друзья добрый день всем добрейшее и ярское утро сегодня у нас не ярко уже извиняюсь ошибся сегодня 10 сивана 10 число месяца сиван и 9 июня 9 июня шалом значит вот мне сегодня писали что яков шатадин писал что просил чтобы сегодня было рифа шлыма виктория бать любовь у него завтра операция что было не рифа шлыма полное выздоровление и чтобы все кто нуждаются в выздоровлении чтобы всевышний дал силы здоровья и полное выздоровление и сегодня сегодня как раз интересно что в то что мы изучаем книга обретение неба на земле накраса здоровья очень интересная такой советовал любая честная бы мы сегодня выразберем и так значит книга которую мы изучаем первое это о йом йом сегодня день и еще раз подчеркну что сегодняшний день это самый важный день жизни именно от сегодняшнего дня от того как ты его проводишь и зависит по большому счету вся твоя жизнь потому что ну в реальности кроме сегодняшнего дня нет ничего прошлого уже нет будущего еще нет а сегодняшний день это единственный день который у тебя реально есть и который под твоим контролем и от того как ты его проведешь зависит твоя жизнь можно сказать до прошлая жизнь может сегодняшний день стать итогом вообще всей жизни да и это очень интересно я вчера читал такую заметку небольшую что когда люди это были выдержки последние смс и последние письма сообщения когда люди вот например кого-то там засыпало с землетрясением он знает что все его он не выберется или самолет падает да и есть смс которые люди шлют из самолета и какое там самое самое важное слово знаете какое чаще всего встречается я вас люблю я вас люблю пишут своим близким о том как они их любят и вот получается что если бы человек знал что сегодня последний день то наверное он бы не стал бы ни с тем бы ругаться наверное не стал бы ни с тем бы там обижаться не стал бы скучать этот последний день да то есть он этот день вы прожил бы на сто процентов именно так так и нужно относиться каждому своему дню и поэтому мы изучаем книгу о йом йом сегодня день и значит рассказывается в сегодняшнем отрывке что был так альтера рэба это основатель движения хаббат к нему пришел один на их идут еврей пришел к нему на их идут то есть рэбэ у него была разные разные формы служения то есть форма служения всевышнему это изучение торы то есть ты изучаешь тору ты через тору соединяешься со всевышним и узнаешь о нем узнаешь его волю это первая форма служения 2 форма служения это молитва ты благодаришь всевышнего ты молишься просишь его с ним разговариваешь это тоже форма служения 3 форма служения это выполнение заповеди всевышнего это Это выполнение его воли, когда ты делаешь то, что он сказал. И больше всего эта воля проявляется в отношениях между людьми. Когда ты помогаешь, делаешь добро и так далее, то ты выполняешь волю Всевышнего. Особенно если ты это делаешь именно потому, что это воля Всевышнего, это заповедь. И потом появилось такое движение Хаседут. И они делали акцент не просто на изучении Торы о Всевышнем, а они очень сильно изучали то, что они называют внутренняя часть Торы. Это а как служить Всевышнему, как любить Всевышнего, как бояться Всевышнего, как с ним вообще быть в близких отношениях. Это Хаседут. И у них Ребе, это был тот, который был максимально близок ко Всевышнему. И к нему приходили его Хасиды, его последователи. И они с ним, это было их Ихидута, такая личная была беседа. И Ребе, который был великий профессионал в Торе, в служении, в близости ко Всевышнему, он каждому давал какие-то такие индивидуальные советы. Сегодня бы назвали это коуч, ментор, наставник, какими-то такими словами. А раньше все приходили к Ребу, записывались, ждали, когда будет эта возможность. Потому что Хасидов много, Ребе один. И вот здесь рассказывается, как пришел к нему один еврей на Ехидут. Ехидут это, ну, Ехидут это слово Эхад, объединение. Да, вот он к нему пришел, значит. И он ему говорит, альтер-Ребе, он ему говорит так, смотри, евреи названы светильниками. Из чего состоит светильник? Из сосуда. А в то время не было же, как сейчас. Сейчас бы мы сказали, из чего состоит светильник? Из провода электрического, из кнопочки, из лампочки. А тогда не так было. Он ему говорит, светильник состоит из сосуда. Такая была, ну, посудинка, да, такая. В эту посудинку вставляли фитиль. Фитиль, это тряпочка такая. Наливали туда масло. И поджигали, и пламени. И лишь после того, как зажгут этот огонь, вот эта лампадка, лампадка она называлась, она начнет светить. Представляете, мы сейчас сидим с телефонами, с айфонами, с компьютерами. А раньше у него была лампадка. Лампадка такой вот, тряпочка, и она горит. И он говорит, лишь после того, как разожгут огонь, лампадка начнет светить. И он ему говорит, твой светильник хорош, но не хватает лишь, чтобы кто-то зажег его. Не хватает пламени. А тот говорит, а как же я зажгу-то это пламя? Как у меня это пламя-то заждется, вот это пламя в сердце, да, служение в сердце? Знаете, есть люди такие, они прям с пламенем, а есть люди такие, они такие чуть-чуть потухшие. Айреб ему говорит, от сильного удара о камень животной души ты высечешь искру и разожжешь божественное пламя. И это такое очень, он ему сказал, метафора очень такая, она, к сожалению, часто встречающаяся, да. Животная душа это тело человека, это его, значит, тело, его все системы жизнеобеспечения, его инстинкты, это все животная душа. В какой момент животная душа ударяется, ударяется о что-то? Момент болезни. Это как удар такой, который ломает компьютер, ломает систему. Болезнь это сбой внутренней целой системы животной души. То есть там, представляете, какая огромная система, которая обеспечивает, ты пищу бросаешь в рот, пища расщепляется, переходит, идет, питает все клетки. Ты делаешь вдох, даже ты не замечаешь, как ты делаешь вдох. А кислород, он заходит в кровь в нужном количестве и переносится туда, куда надо, чтобы он перенесся. Оттуда забирает кровь, все те вещества, которые, распада, которые надо вывести потом из организма. И, значит, вся эта система работает настолько тонко, она отрегулирована, что если бы человек пытался сделать такой компьютер, он бы не смог. Это невозможно предусмотреть работу всех клеток тела, чтобы они работали синхронно. Когда человек засыпает, у него вырабатываются какие-то гормоны, они там проходят через мозг, что-то. Это такая сложная система, что просто невозможно передать. Ей все управляют вот эта животная душа, нефеш. Но когда нефеш ломается, то рыба говорит, в эти моменты иногда высекается искра, которая зажигает служение Всевышнему, зажигает душу. Как это происходит? Например, когда у меня, не дай Бог, кто-то болел или я болел. Как ты начинаешь молиться? Как люди молятся, когда у них, например, не дай Бог, нет детей, и они просят у Всевышнего детей? У нас, например, когда старший сын чудом родился, потом 5 лет не было детей. Так моя жена ходила 40 дней подряд, она ходила на котель каждый день, чтобы у нас родился второй ребенок. 5 лет не было детей, и она 40 дней каждый день ходила, молилась, ни дня не пропуская, было идти пешком больше 40 минут, по сводам нельзя было ездить, а тогда у нас не было машины, даже в будние дни она тоже ездила транспортом. А теперь, когда все нормально, человек так не молится, человек так не прилагает эти усилия. Только, к сожалению, зажигается вот этот вот светильник души, когда какой-то происходит удар по животной душе. Представляете? Вот так он ему сказал. Хорошо. Теперь дальше. Дальше вторая книга, которую мы изучаем, называется она «Обретение неба на земле». «Обретение неба на земле», здесь нам тоже автор этой книги собрал 365 советов Любовичского Рэба, и сегодня он такой совет. Рэба говорил про врачей тоже, здесь как раз, видите, мы сегодня про врачей все. Он говорил так, «Советуйтесь с врачом, который является вашим другом. Друг он вам или нет, большая разница, огромная разница». Значит, здесь очень важно, здесь помнить такую вещь, что, в принципе, этот совет, я помню его просто более развернутым, да, и дай Бог, чтобы было полное здоровье, чтобы были легкие роды, чтобы был здоровый ребенок, здоровая жена Дамиру, чтобы было, а Дамир 4 года ходит последний на роте Тора, видите, и очень не пропускает, ходит, молодец. И видите, Всевышний ему с Божьей помощью подарит ребенка сейчас. Теперь полностью совет Любовичского Рэба про врачей звучал так, то, что я слышал, и как я его запомнил. Он говорит, человек, если он заболевает, он должен первым делом помолиться, чтобы Бог дал врачу правильный совет, правильную идею, правильный диагноз и так далее, и идти к врачу. Значит, идет человек к врачу после молитвы, или одновременно с молитвой, он знает, что врачом же руководит Всевышний, и Всевышний через врача дает и исцеление, и диагнозы. После того, как врач его осмотрел, какой-то врач, если то, что врач сказал, это опасно, сложно, тяжело, болезнь какая-то, Рэба советовал идти к самому лучшему врачу, который разбирается именно в этой теме, специалисту. После того, как врач-специалист, максимально доступный, дает свой уже диагноз, после этого, сказал Рэбе, идти вот как раз то, что здесь только концовка этого совета, идти к врачу-другу, чтобы уже врач-друг сказал тебе из этих вот там двух-трех советов, что делать. Врач-друг, который реально, он тебя любит, он, ну, друг. Значит, это такой полный, полностью совет. Я вспоминаю сейчас историю, которую я читал недавно, она на меня произвела огромное впечатление. История, это рассказывает ее один очень-очень в Израиле известный Равин, он не Хасид, не Хабадник, он просто такой Равин достаточно известный. И он рассказывает историю, говорит, у моего родного брата дочка, единственная дочка, представьте, единственная дочка заболевает, и врачи ставят диагноз, что у нее, ну, вот это самая плохая болезнь, и она не выздоровеет от нее. Они ей давали в жизни один месяц. Представляете? Один месяц они давали жизни, это было в Хайфе, в больнице Рамбам, называется больница. И, значит, этот брат позвонил этому Равину, своему брату, тот, конечно, очень расстроился. Но написано в Шелханарухе, это сборник законов, что врача надо слушаться, врачам надо верить, то есть Бог через врачей помогает людям. И, в общем, он расстроился. Но тут ему его один друг и говорит ему, слушай, живет в Америке любая чистая Рэбе, который, поедь к нему. Он говорит, как я к нему поеду, у меня даже виза нет американская. Тут говорит, ты делай свое, постарайся. В общем, он, это было дело в субботу, в воскресенье было закрыто консульство, но это был такой, очень известный Равин, достаточно известный. Он позвонил своему другу, который был замминистра тогда здравоохранения. Это был, ну, из религиозной партии был какой-то Равин. Этот замминистра здравоохранения в понедельник уже поставил ему визу, помог ему поставить американскую визу. И он сразу в понедельник полетел в Америку. Прилетает он в Америку, а у Любавичского Рэбе было три секретаря. И один из этих секретарей был его знакомый, он его с детства знал, Равкляйн его звали. И он приходит к Равкляйну, говорит, вот такая ситуация, осталось месяц жить, мне сказали поехать к Рэбе. Значит, хорошо. Яш, можешь, пожалуйста, сделать? Вот внизу, внизу лежит книга, вот эти рассказы, возле моей кровати лежит такая толстая книга рассказы из Рэбе. Я хочу точно сказать сейчас фамилию, которая дальше будет звучать. Приезжает он к Рэбе, приезжает он к Рэбе, заходит к Рэбе, говорит, вот такая ситуация, начинает ему рассказывать про эту дочку, а ей было 13 или 14 лет, единственная дочка, врачи дали месяц. Значит, Рэб ему говорит, она будет жить, будет все хорошо, будут у нее дети еще, все будет хорошо. Тут говорит, так, а врачи же дали месяц всего лишь жизни. Вот эта книга, где я читал этот рассказ, сейчас я вам скажу точно фамилии, потому что на нем произвел огромное-огромное впечатление, этот рассказ вообще прям впечатлился сильно. Значит, Рэб ему говорит, она будет жить, у нее будут дети. Этот Равин говорит, как же так, вот Равина звали, Равин Яков Шпицер. Значит, а Рэб ему говорит так, смотрите, следующая ночь, примерно в час по полуночи я вошел в кабинет Рэбе. Ощущение, которое у меня было при этом, невозможно передать словами. Человек, который не испытал этого, лично не поймет. Рэбе посмотрел на меня и спросил о моей проблеме. Я хотел показать ему рентиновские снимки и диагноз, которые привез с собой, но он сказал, что это не нужно. Просто опишите проблему, пожалуйста, попросил он. Я так и сделал. Когда я упомянул, что один из врачей сказал, что ей осталось жить лишь месяц, Рэбе воскликнул, что ей остался только, он даже не мог закончить фразу. Он сказал, он сказал, что я должен вернуться домой и показать девочку профессору Арие Дурсту, руководителю хирургического отделения больницы Адаса в Иерусалиме. Дурсту я должен сказать, что мы пришли по рекомендации Рэбе. Но даже самый оптимистичный врач сказал, что операция не поможет, запротестовал я. Если она будет удачной, то только продлит страдания. Значит, Рэбе повторил, мы должны сказать профессору Дурсту, что это Рэбе послал нас к нему и добавил, что операция будет успешной и рак будет излечен. В заключение, Рэбе сказал, пусть Всевышний подарит ей долгую жизнь с детьми и внуками. Я не мог смириться с тем, что Рэбе делает такие заявления, даже не посмотрев медицинские бумаги, поэтому снова попытался объяснить степень опасности. Вот фотографии, как это все было, вот этот Рэбин, Рэбе, вот они, видите. Значит, дальше история, дальше история, продолжается. Вот этот профессор, вот этот профессор, в общем, они пришли в больницу. Профессор, дальше идет от имени профессора рассказ. К сожалению, в данной пациенте была поздняя стадия болезни, поэтому врачи с кайфом не рекомендовали делать операцию, поскольку в ней не было смысла. И я вынужден был с ними согласиться, сказал этот профессор. Тем не менее, хотя это казалось невозможным, я решил действовать и попытаться спасти ей жизнь. И действительно, если Рэбе послал пациентку ко мне, значит, он видел, что есть определенная надежда. Значит, я должен был попробовать. Через несколько дней я провел операцию, удалил раковые лимфоузлы и стал надеяться на лучшее. С позиции медицины я не мог больше ничего сделать. К моему удивлению, девушка выздоровела. Я продолжал периодически ее осматривать и лично убедился в том, что рак не распространился и не вернулся. Она продолжила жить нормальной жизнью, вышла замуж и вырастила здоровых детей. Как профессионал, я должен признать, что ее спасло не мое вмешательство. Ее спасло исключительно благословение Рэба. То есть, это профессор, глава хирургического отделения больницы. Вот, пожалуйста, вот его, вот он, его фотография. Профессор Ария Дурст возглавляет, возглавлял хирургическое отделение больницы Адаса в течение 20 лет. Он участвовал в наблюдении за здоровьем двух израильцев премьер-министров Ариэля Шарона и Бениамина Нетаньяу. Интервью взято у него дома в Иерусалиме в феврале 2016 года. Книга называется «41 рассказ людей, лично общавшихся с Рэбой». Вот моя история. Ну, вот так она выглядит, ее суперопложка. Книга, я читаю, очень, я очень сильно впечатляюсь и могу сказать, что именно такие, такие рассказы, это то, что вот мы вначале учили, что зажечь внутри светильных души можно или когда, не дай Бог, что-то с тобой случается и ты начинаешь молиться там вообще как, ну, все, только когда ты понимаешь, что Всевышний только тебе поможет, или читаю такие рассказы. Для меня, например, каждый раз оно меня эмоционально именно включает, зажигает, проявляет там благодарность веру во Всевышнего, то есть включает на более глубокий и высокий уровень служения Всевышнему. Так, значит, еще раз, мы советы Ребе Катии, обретение неба на земле, советуйте с врачом, который является вашим другом. Друг он вам или нет, большая разница. Так звучит этот совет. Книга называется «Моя история. 41 рассказ людей, лично общавшихся с Ребе». Я думаю, что эти все рассказы есть на сайте «Рассказы про Ребе», это есть организация, которая называется «Джем». «Джем», вот они вот так выглядят. И эта организация, она собирает рассказы, то есть свидетельства, берет интервью, есть много очень у них видео рассказов, и вот они начали книги выпускать на русском, на английском, на иврите. да, 41 рассказ. «Рассказы про Ребе». Так, хорошо, теперь недельная глава. Недельная глава у нас, мы продолжаем, «Беолодка». И в этой главе рассказывается о том, значит, сегодняшний отрывок говорит о том, что и было во втором году «Быходыш Ашини», во втором году, во втором месяце, «Быстримляходыш», 20 числа месяца «Ияр», «Наала, Аанан, Мааль Мишкан, Айдут». Поднялся, поднялось облако перед шатром откровения. Значит, устная Тора нам говорит, что еврейский народ, народ Израиля простоял возле горы Синаи 12 месяцев без 10 дней, так как новомесячие Сивана они расположились там. То есть, они пришли, когда вышли из Египта, в первый день месяца Сиван они пришли, 6-7 Сивана получили Тору, и стояли там до 20-го Ияра, почти год, без 10 дней они простояли в этом месте, то, что называется, впитывали впечатление, да, то есть, получение Торы, это было невероятное событие, которое их реально изменило. Была проблемка там в течение этих 12 месяцев, серьезная проблема, связанная с Золотым Тельцом, потому что, когда Маши Рабейну на 40 дней поднялся на гору Синаи, и когда он спустился, они как раз его не дождались, и сделали Золотого Тельца, они думали, что Маше не вернется, а им нужно было обязательно, вот в этом суть вообще человека, нужно обязательно, чтобы был кто-то, кто выражает волю Всевышнего. Золотой Телец для них был, это было как символ, то есть, они верили в Бога, они не могли не верить в Бога, только что Бог открылся им и сказал, что я Бог Всесильный Ваш, который вывел вас из Едипета, чтобы быть вашим Богом, и Бог им сказал, не будет у тебя других Богов, то есть, не будет у тебя других Богов, не будет, то есть, пойми, что есть только Я, и тут они просят, чтобы сделать Тельца, как это соответствует. Они понимали, естественно, что есть Бог, и они понимали, что Телец это не Бог, но они понимали, что когда они общаются с Богом, им нужен был Маше Робейну, чтобы передавать волю Бога, слова Бога, а когда Маше не стало, выбрать другого человека они не могли, то есть, они видели, когда они были пророками, они видели то, что называется трон Всевышнего, Маосе Меркова, как устроен мир, и они там видели, что есть четыре, четыре таких животных, одно из них было бык, которого они видели, и бык это символ, это царь домашних животных, это символ материального мира, этот символ стоит на Олл-стрит, это такая, это вот животное, вот эта вот энергия, которая обеспечивает жизнь в этом мире, и они думали, что мы будем служить через вот эту животную энергию, то есть, они не были и далопоклонники в чистом виде, но на их уровне это было страшное преступление, и когда Машер Абейну вернулся, он увидел, что они недостойны принять Тору в том чистом виде, в котором он им принес, те скрижали, которые он принес, на которых были написаны первых десять заповедей, он их разбил, значит, те, кто были зачинщики и далопоклонство, около трех человек, левиты убили, мы дальше про это прочтем, и, значит, Машер Абейну вернулся на 40 дней еще на гору Синай, просить у Всевышнего, чтобы он простил евреистий народ, и потом Всевышний простил евреистий народ, и потом Машер Абейну вернулся еще раз, и с новыми скрижалями спустился, то есть, всего 120 дней, получается, из вот этого года, который они стояли у горы Синай, 120 дней, Машер Абейну был на горе Синай, он с ними не был, они год стояли, 12 месяцев стояли у горы Синай, и они менялись, можно так сказать, менялись, менялись, чтобы то новое знание, новое состояние, новое ощущение, которое они пережили при исходе из Египта, при переходе через море, при получении Торы, чтобы это вписать в себя, понять, осознать, принять, но они так и не смогли до конца измениться, потому что, когда они потом должны были зайти в землю Израиля, то они испугались, они, то есть, мы дальше прочтем, что было дальше, и, значит, они на 40 лет остались в пустыне, и там и умерли. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня, чтобы было Рефа Ашлома, полное выздоровление, полное, чтобы было выздоровление Виктория, Бат, Любовь, чтобы операция прошла успешно, чтобы врач оказался другом, то есть, если он пока не друг, надо с ним подружиться, и, значит, всем полного выздоровления, благополучия, хороших семейных отношений, детей, и всего-всего хорошего. Всего хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok